Здравствуйте, в эфире очередной выпуск подкаст КРГ. Все теплостанции Карагандинской области работают в нормальном режиме. В Саране запустили новую центральную котельную, в Шахтинске завершается масштабный ремонт местной ТЭЦ, а в Тимиртау продолжается строительство нового котла. Но это не отразится на работе зимой. Все это согласно отчетам энергетиков и чиновников. Как вы уже поняли, главная новость уходящей недели – начало отопительного сезона. С 1 октября в регионе начали подавать тепло. Правда, сегодня оно есть еще не у всех, но власти заверяют, что в течение нескольких дней батареи во всех квартирах станут горячими. Говоря о летней подготовке, в управление энергетики привели внушительные цифры. Отремонтированы 23 котла и 16 турбин. Обеспечена готовность 613 единиц локальных теплоисточников. Свыше 2400 километров инженерных сетей. Подготовлено 1124 объекта соцкульбыта и 5362 многоэтажных жилых дома. На отчетную дату из 1124 объектов социальной сферы произведено подключение 401 объекта – это уже 36%. По домам на сегодняшний день начался запуск тепла. По городу Караганда произведено подключение 241 дома из 2582 домов. Отопительный сезон официально начинается с завтрашнего дня, с 1 октября. На сегодняшний день две станции Карагандинский ТЭЦ и ТЭЦ-3 вошли в зимний режим, работают в штатном режиме. Также продолжается круглогодичный ремонт основного оборудования на семей энергии источников области. Отчеты бодрые и вселяют надежду на бесперебойное прохождение отопительного сезона. Но мы-то с вами знаем, что проблемы все равно возникнут. Главный вопрос в их количестве. Не случайно глава области обратил внимание всех акимов на то, что каждый несет персональную ответственность. Коллеги, вы все знаете, вопрос теплоснабжения находится на особым контроле. Еженедельно лично заслушиваю акимов городов и районов. Теперь мы переходим в активную фазу обеспечения теплом и, соответственно, нет расслабления в этом вопросе. Мы каждый, каждый из нас лично несет персональную ответственность, начиная от акима села, заканчиваем мной. Соответственно, и мои заместители, и ваши заместители, все, кто ответственны за эту работу, за прохождение отопительного сезона. Но далеко не все население нашего региона живет в многоэтажных домах. Подавляющее большинство частных домов отапливаются угольными печами. Чиновники еще летом призывали горожан заранее запасаться твердым топливом. И все же большинство начинают задумываться об этом только осенью. Сегодня торговля идет в штатном порядке. Ажиотажа нет, заявили чиновники. Уголь продают на 55 точках. Запасов достаточно, чтобы удовлетворить спрос как частных потребителей, так и предприятий. Несмотря на сезонный рост сезонного спроса, угля на отопительный сезон достаточно. Если говорить о ценах, то средняя цена по области на Шубаркульский уголь составляет 19 тысяч тонн. На данной точке реализации в районе Пришахтинска составляет 14 750 тенге за тонну. В целом вопросов по обеспеченности углем населения Хараганинской области нет. Что ж, подведем предварительный итог. Сегодня в квартирах большинства жителей многоэтажных домов батареи уже горячие. Остается надеяться, что такими же горячими они будут все следующие 6 месяцев. Однако многолетний опыт подсказывает, что электрический обогреватель в кладовке никогда не будет лишним. На этой неделе, 1 октября, славный город Тимиртау отметил свой 79-й день рождения. Дата не круглая, но этот день стал знаменательным тем, что именно 1 октября по городу вновь проехал трамвай. Конечно, это еще не полноценный запуск трамвайного движения, но начало, как говорится, положено. Трамвайный парк в Тимиртау прекратил работу в феврале 23-го. За последние 20 лет иностранный инвестор практически ничего не вкладывал в этот цех. Старые трамваи пришли в негодность, рельсы откровенно проржавели. Прежний владелец металлургического комбината, компания Арселор Миттл Тимиртау, посчитал трамваи нерентабельными. Но уже в ноябре иностранцы покинули Казахстан, а отечественный инвестор пообещал, что трамваи вновь будут ходить в Тимиртау. Весной началась замена рельсов, а на днях горожанам презентовали новый современный вагон. Заменили, наверное, процентов 70 путей, полностью которые были в аварийном состоянии, а те пути, которые по итогам обследования признаны в рабочем состоянии, мы сделали текущий ремонт, сделали подбивку и как бы проблем по этим путям нет у нас. Материал применяется наш казахстанский, шпалы применяются нашего Тимиртауского завода. Сейчас мы применили рельсы увеличенной длины 20-25 метровые. Меньше стыков, меньше шума от трамвая, меньше горожанам проблем от стука колесных. Честно говоря, не все верили, что до конца года компании удастся восстановить трамвайный парк. Даже когда начали прокладывать новые рельсы, горожане сомневались. А все почему? Да потому что мы привыкли ко всем обещаниям относиться с недоверием и поблагодарить надо наших чиновников и депутатов, которые всегда обещают горы золотые, а когда дело доходит до реализации, постепенно умывают руки. Надеюсь, что в случае с Карметом этого не случится. Это был очередной выпуск подкаст КРГ. Увидимся на следующей неделе, обсудим очередные новости. Как обычно, прямо, открыто, без ложной скромности и лицемерия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok